Всем привет, вы на канале Планета Земля и сегодня мы поговорим о ястребах. Об одном из самых опасных, быстрых и яростных хищников среди пернатых, издревле замеченных людьми за свои качества. Ястреб является символом божественной силы солнца. Боги солнца и неба у разных народов изображались в облике этой птицы или рядом с ней. Это означало то, что их сила проявляется подобно силе ястреба, что они сильны и мужественны, что им подвластно видеть то, что другие даже не замечают, и достигать того, что другим не под силу. Но человек — это человек, и летать ему в самолете. А ястреб — это хищная птица, о которой пойдет наш разговор. Поехали. Семейство ястребиных огромное и включает в себя орлов, конюков, коршунов, грифов, ястребов и еще 70 родов, которые принадлежат к 14 подсемействам. Но мы сегодня сфокусируемся именно на подсемействе ястребов, которые дали название целому семейству, да и что таит целому отряду ястребообразных. В свою очередь подсемейство ястребов включают в себя несколько родов. Это настоящие ястребы, красные, певчие и длиннохвостые, и всего около 50 видов. Из них более распространены ястребы-тетеревятники и ястребы-перепилятники. Кохлатый ястреб, короткопалый, мадагаскарский, светлый или белый ястреб, австралийский бурый, полосатый, кубинский, двуцветный и более редкие тювики также относятся к этому роду. Ястребы встречаются во всех уголках нашей планеты, распространены в Северной и Южной Америке, а также в горах и лесах Евразии, в Африке и Австралии и только в Антарктиду не залетал ястребок. Своё название он получил благодаря быстроте и стремительности полета. Слово астр значит быстрый, стремительный. Таким образом, слово ястреб можно перевести как птица со стремительным быстрым полетом. По другой версии ястреб происходит от истреб, истреблять либо истребовать своё. И эти характеристики как нельзя точно описывают сущность ястреба, ведь он настоящий волк среди пернатых. Хоть самый небольшой, самый крупный из ястребов ястреб-тетеревятник имеет до полутора килограммов веса, длину крыльев не более 30 сантиметров и достигает размера до 68 сантиметров в длину. Размах крыльев до метра двадцати. Самки крупнее процентов на 25. А ястребы-перепелятники совсем небольшие, до 300 грамм. Окрас ястребов обычно серобурый, серый и бурый сверху. Снизу же их оперение светлое, беловатые, желтоватые, охристые, однако с тёмными поперечными полосами. Хотя встречаются виды ястребов, как, например, светлый ястреб с более светлыми цветами, иногда ближе к белому. Бывает и такое, что ястребы одного вида могут быть окрашены по-разному, да и возраст тоже имеет значение. У молодых ястребов окраска заметно отличается от взрослых особей. Их верхняя часть, голова и внешняя часть крыльев коричневая, а грудка белая. Причем у молодых особей с продольными пестринами, а у старых с поперечной струйчатостью. Причем они чистюли редкостные и любят купаться. Уход за его оперением – нечто фундаментальное и чрезвычайно важное для этих хищных птиц, поскольку их выживание зависит от идеального состояния оперения. Да, ястреб вам не какой-нибудь гриф ушастый. На голове ястреба всегда имеется оперение. Кроме перьев можно увидеть очень суровый взгляд. Глаза ястреба обычно желтого либо желто-оранжевого цвета и повернуты слегка вперед. Таким образом ястребы пользуются бинокулярным зрением и могут четко видеть предмет обоими глазами. Да и как видеть, ястребы обладают просто таки великолепным зрением, которое зорче нашего человеческого примерно 8 раз. Плюс к суровости ему придают густая монобровь над клювом. А мощная растительность и надбровные дуги придают ястребу еще более грозный вид. На самом же деле эти обвесы служат для защиты глаз при возможном столкновении с ветками в момент погони за жертвой. Кстати, у взрослых особей глаза более темного цвета, а у молодняка более светлого. Не менее развит у ястребов и слух, как и клюв. Короткий, загнутый, крепкий, типичный для хищных птиц. У основания клюва есть восковица, которая представляет собой голый участок кожи, на котором находятся ноздри. И это все только голова на короткой, но подвижной шее. Еще природа подарила ему уникальные крылья. Крылья ястреба короткие и тупые, хотя у видов, живущих в менее лесистых местностях, певчих ястребов, например, крылья больше. Строение их крыльев объяснено условиями, в которых живут ястребы. И тут дело не только в крыльях. Большую роль играет и хвост. Он для ястреба не только хвост для болтания, а у прямоходящих и такого нет, но и руль, и тормоз, и коробка передач. Ведь в лесу на большой скорости можно стать котлетой на первом же стволе. У ястреба же все устроено так, что они обладают отличной маневренностью. Ястреб может ловко пролетать сквозь густые чащи, делать мгновенные повороты, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, резко взлетать и столь же резко останавливаться, совершать стремительные броски, делая из него непревзойденного лесного охотника. Но догнать-то догнал, надо же еще и схватить. И с этим у ястреба тоже все хорошо. Ноги у ястреба одеты в коротенькие штанишки, сильные, мощные, а на пальцах имеются длинные загнутые когти. И если ястреб схватил бегущую еду, то только хруст и свет в конце тоннеля. Ястребы очень ловкие и очень сильные охотники, обладающие самыми разными приемами ловли довольно крупной добычи по сравнению с ними. Ястреб может справиться и с уткой, и с тетеревом, и с зайцем. Но такая крупная добыча даже для тетеревятника все же скорее исключение. Недаром старые названия этого хищника ястреб-голубятник или утятник. Добыча именно такого размера для него оптимальна. Потому столь обычные в его рационе сороки, вороны, сойки и грачи, особенно в пригородных лесах, где отмечается их высокая численность. Ну и куда же без голубей, которыми он тоже не прочь перекусить. Но если голуби вполне мирные создания и сдачи дать не могут, то вороны платят за это ястребу лютой ненавистью. Если им удается заметить его, пересекающего открытое пространство, то они тут же собираются в огромную стаю и начинают его преследовать. Наиболее распространенный охотничий прием тетеревятника – охота из засады. Обычно ястреб прячется в средней части кроны дерева, присаживается на ветку ближе к стволу. Но так, чтобы перед ним и ниже было достаточно пространства между ветвями для стремительного броска. Для засады выбирается место с высокой вероятностью появления жертвы и в то же время ограничивающей ее движение. Тетеревятник способен сидеть в засаде больше часа, но при отсутствии добычи меняет место. При скрадывании намеченной жертвы с очередной присадки он, как правило, не слетает, взмахивая крыльями, а ныряет вниз, как бы падает, прижав крылья к телу и раскрывает их у самой земли. Жертвы замечают его в последний момент и не успевают набрать необходимую скорость. В то же время как скорость разогнавшегося после нырка ястреба достаточно велика. Этот же прием бреющего полета ястреб часто используют при нападении в последнем атакующем броске. Но в этом случае он не планирует, а усиленно машет крыльями, разгоняясь изо всех сил. Низким бреющим полетом ястреб пользуется и для поиска жертвы, пролетая вдоль опушки леса или полосы кустов. При этом он может либо сразу схватить испуганно вылетевшую птицу или, вспугнув ее, преследует в угон. Не успевшая набрать скорость жертва начинает метаться из стороны в сторону, пытаясь избежать ястребиных когтей, и иногда это ей удается. Ястребы могут охотиться и парой. Один из членов пары следует на бреющем полете вдоль полосы кустов или деревьев, вспугивая сидящих в них птиц, а второй летит выше и немного впереди, готовый к броску сверху. Вылетевшую птицу или выскочившего зайца атакует тот, что сверху, но если он промахивается, за ускользающей добычей устремляется загонщик, начиная преследовать ее в угон и атакуя снизу. Если жертва опять уворачивается, ее вновь атакует первый, успевший выровнять после промаха свой полет и набрать скорость. Такая совместная охота почти всегда бывает удачна. Ястребти-теревятник очень быстрая и проворная птица и ведет дневной образ жизни, предпочитая охотиться ранним утром или днем до того, как солнце достигнет зенита. Ночь птица проводит в гнезде, так как ее глаза не приспособлены для ночной охоты. И что касается ловкости, скорости, агрессивности и решительности, пожалуй, ни один другой пернатый хищник не может сравниться с ним. Сапсаны могут летать быстрее, орлы и совы могут ловить более крупную добычу. Но ни одна из этих птиц никогда не могла сравниться с ястребов в охоте в лесу. А в открытом воздушном бою даже сапсаны никогда не добивались успеха против ястребов. Их ловкость зашкаливает, они очень впечатляющие хищники. К тому же ястребы имеют способность издавать звуки. Конечно, не такие, как соловей, а более похожие на крик победителя, и, вероятно, служащие своего рода коммуникацией между ними. Среди них есть также особые певчие ястребы, чьи звуки весьма мелодичны и, как говорят ученые меломаны, похожи на звучание флейты. Большинство популяций ястребов ведет оседлый образ жизни, и если не происходит форс-мажорных обстоятельств, то хищники проживают всю жизнь на одной территории. Исключение составляют лишь птицы, проживающие на севере США, у скалистых гор. Зимой в этих краях практически нет добычи, и крылатые хищники вынуждены мигрировать на юг. Ястребы сильно привязываются к своей территории, они стараются не вылетать за ее пределы и проводят всю жизнь в одном и том же гнезде. Эти птицы моногамны. Они создают устойчивую пару и сохраняют верность друг другу на всю жизнь. И раз так, давайте поговорим о ястребе-семьянине. Пернатую голову самца ястреба обычно в конце апреля во время охоты начинает посещать мысли о высоком. И, не долго думая, он отправляется на поиск самочки. Найдя самый симпатичный ястребиный клюв самочек, самец ухаживает за ней. После этого пара приступает к постройке гнезда. В этом процессе участвуют как самец, так и самочка. Постройка гнезда начинается за пару месяцев до момента откладки яиц и длится около двух недель. За это время птицы обустраивают большое гнездо около метра диаметром. Для строительства используются сухие ветки, древесная кора, хвоя и побеги деревьев. Семейная пара тетеревятников вперед во время строительства гнезда отчетливо демонстрируют воздушные пируэты. И если кто-то либо вторгается на их территорию, пара отчаянно будет ее защищать. Во время гнездовья индивидуальная территория в целом составляет от 600 до 3000 гектаров. Обычно самка откладывает 2-4 яйца с интервалом в 2-3 дня каждая. Вылупившиеся птенчики остаются в гнезде 35 дней, после которых начинают перебираться на соседние ветки того же дерева. Летать они начинают тогда же, но продолжают кормиться у родителей до тех пор, пока им не исполнится 70 дней. Полное покидание родителей часто происходит внезапно, и почти все молодые ястребы становятся полностью независимыми уже на 95-й день своего рождения. А готов обзавестись собственной ячейкой общества, молодой тетеревятник способен уже через год. А что у нас с врагами? Ведь они есть у всех. По большому счету у ястреба немного естественных врагов, так как эта птица находится на вершине пищевой цепочки крылатых хищников. Она сама является естественным врагом для многих пернатых и мелкой лесной дичи. Однако наибольшую опасность для молодняка могут представлять лисы. Это одни из самых смышленых хищников, которые способны караулить добычу часами, и если молодая птица зазевается, то лис вполне способен напасть на ястреба. В ночное время суток ястребам могут угрожать совы и филины. Ястребы плохо видят в темноте, чем и пользуются совы, являющиеся идеальными ночными хищниками. Они вполне могут напасть на птенцов ночью. Не опасаясь ответных действий от взрослых ястребов, вполне осязаемую угрозу могут представлять и другие хищные птицы, чьи размеры превышают размеры ястреба. К примеру, если ястребы и орлы проживают по соседству, а орлы, как бы более крупные птицы, доминируют над ястребами и вовсе не брезгуют охотой на них. Кроме того, если дичи будет не хватать, ястребы могут заниматься каннибализмом и поедать мелких и более слабых сородичей или их выводки. Однако наибольшую опасность для ястребов представляют люди, хотя и не все так плохо. В силу своих боевых навыков человек завербовал ястреба наравне с соколами еще очень давно, используя его на охоте. А в наше время ястребов часто выпускают в городской зоне. Все потому, что будучи в качестве наемника, ястреб успешно борется с популяцией ворон, оккупировавших свалки. Или, например, выгоняет с аэродромов всяких там залетных кандидатов на фаршировать движок самолета. Но большинство двуногих просто охотятся на этих птиц, потому что те разоряют якобы курятники и бьют диких уток почем зря, а кто-то ради красивого оперения или чтобы изготовить красивое и эффектное чучело. И, к сожалению, популяция даже ястребов-тетеревятников неуклонно сокращается. И если в начале прошлого века существовало порядка 400 тысяч птиц, то сейчас их не более 200 тысяч. Произошло это из-за того, что после Второй мировой войны случился взрывной рост птицеводства. И долгое время считалось, что ястреб является угрозой для кур, гусей и уток. За несколько лет было уничтожено огромное количество птиц. А если говорить о других видах, то, например, популяция светлого ястреба насчитывает всего несколько сот особей. То же самое можно сказать и о кубинском ястребе и еще о доброй половине этого семейства. Все эти негативные явления предостережения против опасного забвения к незыблемой истины. Односторонняя оценка всецело справедливой быть не может. Естественно, что все подсчеты носят приблизительный характер. И многие ученые-орнитологи опасаются, что в реальности птиц еще меньше. Считается, что на 100 тысячах квадратных метров может проживать не более 4-5 пар ястребов. Уменьшение территории реликтовых лесов приводит к тому, что поголовье ястребов снижается и предпосылок к улучшению ситуации пока не видно. Ястреб – красивая хищная птица, являющаяся крылатым санитаром леса. Эти птицы помогают поддерживать естественный природный баланс и, по сути, не способны нанести заметного вреда большим птицеводческим фермам. И во многих странах мира ястребы защищаются государством, а охота на них находится под строжающим запретом. Например, сейчас популяцию ястребов и деревятников пытаются восстановить и в Англии, где они исчезли или, если гнездятся, то не более десятка пар на всю страну. Предполагают, что это улетевшие из вольеров ловчие ястреба. Программа восстановления преследует и практические цели – вернуть фауну страны хищника, способного контролировать сильно расплодившихся ворон. Во многих мифологиях и легендах народов мира ястребы наряду с орлами считались посланниками богов. Жители древнего Египта поклонялись образу ястреба, так как верили, что его глаза – это символ луны и солнца, а крылья символизируют небеса. И хотелось бы верить, что они останутся на планете Земля и будут радовать нас, как яркое солнце днем и бледноликая луна ночью. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова